Да ты чё орёшь? Такой же тритон, как и ты. Фу, я чуть не обосрался. Ладно, я поплыву пока. Ты чё, живёшь на поверхности? Ну да, а что? Давай ко мне. А, меня исполило солнце, помогите. Ну что, ты успокоился? Ну как? Нам нельзя на сушу, мы же ещё дети. Ну вообще-то я с батей живу на суше. Ладно, рискну здоровьем. В какой-то степени мне не придётся убирать говно за овцами. Здорово. Да наебось, а я тебя не съем. Послушай, а как я должен передвигаться по этой поверхности? Ты должен ходить. Слушай, ты вспомни просто фильм H2O. Там же люди стали русалками, но они же плавать научились. Значит и ты ходить научишься. Да просто упирайся на две конечности и держи себя. Не так сложно, как я думал. У меня получается. Я, кстати, Альберта. Я Лука. Мой дед был физиком, меня в честь него и назвали так. Я мечтаю сделать великое открытие прямо как и мой дед, только он теории открывал. Позволь представить тебе мою крепость. Офигеть, это что, всё твоё? А, это коробочка ещё тех времён моего деда. Офигеть, она работает. Как ты это сделал? Я хочу сделать великое открытие и создать вот этот мотоцикл. Так давай попробуем сделать его из твоего хлама. Ха, а это идея. Будешь мне помогать? Я? Ты серьёзно? Слушай, а я не могу, меня мамка будет ругать. Да мы ничего не скажем, ты не понимаешь. Мама мне не разрешает ходить на сушу и разговаривать с сухопутными. Ай, ладно, давай, твоя взяла. Ты где был? Почему? Говно за овцами не убрал. Я попросила его, чтобы он мне медуз принёс. Да, у бабули запор, она меня и попросила их собрать. Ну, чё хочешь испытать первым? Думаю, начнём вон с той высокой горы. Ты только не боись. Слушай, если мы умрём, нас никто не будет знать, что это мы создали мотоцикл. Альберт, если что, я тут ни при чём. Напиши лучше на листке, а то будут меня винить в твоей смерти. Не волнуйся, у меня всё под контролем. Неужели надо за лопатой идти? Альберт, ты живой? Офигеть, круче аттракциона. Он шо меня совсем за дуру держит? Пошли все нахер, это моя территория. Послушай, мы уже сотый раз делаем этот мотоцикл, и он никак не получается. Не волнуйся, всё будет ок. Давай со мной. Нет, я боюсь. Слушай, я тоже боялся. Когда мне страшно, я начинаю вспоминать фразу Тимона и Пумбы. Что за фраза? Акуна Матата? Нет забот, ни о чём не думаешь. Просто делаешь то, что тебе нравится, и всё. Над нами солнце светит, и жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Пиштяк, это было круто. Да. Как ты думаешь, что это за огоньки в небе? Да просто летающие жуки какие-то. Ты серьёзно? Ага. А вот там мой дед живёт. И все другие, кто умер. Офигеть. Туда, видимо, все учёные попадают, которые открыли что-то новое в этом мире. Слушай, пойдём с тобой завтра в город. Може, мы с тобой настоящих людей увидим, и познакомимся с настоящими знаменитостями. А, мне надо домой. Меня ж мамка убьёт, меня уже неделю дома не было. Прости, сынок, но мне придётся тебя наказать. Ты не оставил нам выбора. Здоровый племянник. Познакомься, это твой дядя Чепила. Ты будешь жить с ним. Да пошли, чё ты застыл, никого нету. Спокойно, никакой лишней паники. Здравствуйте, усатые дяди. Офигеть, ты их узнал, это же русские бабки из телека. Здравствуйте, русские бабки из телека. Офигенно, попробуй. Кто самый лучший? Я самый лучший, потому что у меня есть мотоцикл будущего. Офигеть, попросим прокатиться. А, значит, новички, я люблю новичков. Добро пожаловать. Вы вас ещё в курсе, кто я такой, о самый богатом в этом городе. Боже, только посмотрите, откуда эти вещи. Савида заказали, от вас воняет хуже, чем от скунсов. Знаешь, это уже не твоего ума дело, чем мы пахнем и во что одеваемся. Эй, пацаны, успокойте-ка их, пускай знают, кто тут хозяин. Господи, как не приеду, ты постоянно кого-нибудь обижаешь. Уже до новичков добрался. Ой, кто это у нас тут, сама Блю Вулия, которая продула в гонке? Смейся, сколько хочешь, но на этот раз выиграю я. Я в этом сомневаюсь, сидят сюда, у меня важные дела с новичками. Ты их не тронешь, они едут со мной, залазьте, не до делок. Ой, ну и нарисовалась компашка, а вам троим только и дружить. Господи, как же я его ненавижу, он постоянно оскорбляет людей. На себя бы посмотрел, чмырка деревенская. Слушай, она же всё-таки городская, может быть, она нам поможет? Слушай, Блю Вулия... Я Юлия, уяснил? Ну да, Юлия, а хотели спросить, а что даёт победителю? Деньги. Слушай, Юля, а можно эти деньги обменять на что-нибудь ещё? Ну, например, на мотоцикл. Ты серьёзно? На вашем бы месте я выбрала вот этот. Юлия, мы решили, ты будешь работать в нашей команде? Вообще-то я не нанималась. Ну, ты без нас не сможешь? Знаете что, я всю жизнь работаю только одна. И мне не нужны какие-то там мальчики, которые приехали день назад. Ну, допустим, если бы я вас взяла, вы вообще хоть что-нибудь умеете делать? Быстро есть, быстро плавать, на велосипеде кататься. Альберт, подожди, нам нужна её помощь. Мы не сможем одни. Юлия? Ой, здрасте, давно не виделись. Мы согласны работать с тобой. Я работаю одна. Блин. Ну что, ты согласна? Подожди, Лука. Видимо, у неё ненависть к пацанам. Что они такие сильные, она обычная слабая девочка. Эй, вот про слабую девочку не надо. Аааа, блин. Скажи честно, ты когда-нибудь катался на велосипеде? Просто сядь и держи равновесие. У меня получилось. Ну что ж, спасибо. Рано благодарить. Как вы вообще плаваете? Ой, мы офигенно плохо плаваем. Ну и как вы вообще собираетесь участвовать в гонке, если вы ничего не можете? Теперь осталось подумать, где вам можно переночевать. Продолжение следует...